Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас большое интервью с Мухаммедом Кабанчоковым по поводу адыгской кухни, то есть каких-то особенностей в Кабарде, в принципе в целом в Черкесии, причем ее разница, какая она была кухня в прошлом, какая в современности, как она изменилась и соответственно столовые традиции, то есть традиции кушания за столом среди черкесов. Но перед тем, как запустить данное интервью, я хотел бы поблагодарить моих друзей из Нальчика, из общественной организации, проблемой вопросов, вопросом кабардинского этнца, да и не только, это Ахмед, Беслан и Хасан. Поблагодарить я хотел их за прекрасный стол, который нам организовали в Нальчике, на котором были прекрасные адыгские блюда, видимо, я даже, я так понимаю, они кабардинские, то есть самые разные, и мы их, благодаря им я именно познакомился с кабардинской кухней. Какие-то блюда я бы даже, наверное, попросил рецепт. В общем, большое спасибо, это было запоминающееся. А теперь, собственно, переходим к самому интервью. Всем привет, сегодня мы в гостях у Мухаммеда Камбачокова, собственно, подписчик Мухаммед Мэй, и он предложил рассказать интересную тему, а именно особенности кухни адыгов, в частности мы поговорим о кабардинской кухне, ну и соседей адыгов, соседей кабардинцев, чем они какие-то особенности и отличия, какие существуют в историческое время и современные. Ну и некоторые особенности кухни, связанные с религиозной тематикой мусульманской, которая будет под запретом по нормам ислама. Итак, Мухаммед, предлагаю, в общем-то, начать с рассказа про саму кухню, какая кухня в кабарде у адыгов, какая она была в ранние времена в исторические и какая она на сегодняшний день. Чем они, в общем-то, отличаются, историческая и современная кухня. Спасибо, Виталий, за предоставленное слово. Кухня кабарды в более раннее время и сейчас различаются в том плане, что сейчас существуют, сейчас доступно много тех продуктов, которых ранее не было. Имеется в виду, привозят из-за границы и так далее, это одно. И второе, в более раннее время пища адыгов, да и не только адыгов, в пищу входили так называемые сезонные блюда. То есть блюда, характерные только для зимы, блюда, характерные только для весеннего времени и так далее. Сейчас в большинстве случаев такие границы стерты, потому что имеются условия для выращивания продуктов в любое время года. Из чего состоит обычная пища, вернее, чуть ранее состоялась. Классическая. Классическая, да. Очень употреблялось адыгами мясо, мясные блюда. Мясные блюда сочетались с пастой. Паста – это вкрутую сваренная, как бы, каша из пшена. Это есть паста. Вот это называется пастой. А пшено использовалось какой? Злак. Что-что? Злак какой использовался? Ну, в смысле, пшеница. Не пшеница. Пшено. Проса. А, проса. Да. Из пшена делалась паста, та и сейчас делается. И использовалась она вместо хлеба. Вместо, имеется в виду, пшеничного хлеба. Пшеничный хлеб пекли, его тоже пекли, но в очень небольших количествах в раннее время пекли. И пшеничный хлеб, он не очень сочетается как, это как углеводный, углеводный такой продукт, не очень сочетается с белковым мясным продуктом. И в плане пищеварения усваивается хуже. Помимо мясных продуктов употреблялись, естественно, и овощи, и всякая зелень, и фрукты. Очень была развита пасека. И мед тоже, естественно, входил в рацион адыгов раньше. Сейчас все меньше входит. И чаще всего заменяется на сахар. Обычно. Какие особенности? Особенности в чем заключаются? Вот касательно блюд из мяса, использовалась и птица, и баранина, и говядина. В доисламскую эру использовалась свинина. Также использовалась конина. Употреблялась пищу, но конина употреблялась редко. И конина употреблялась очень часто в тех случаях, когда к адыгам приезжал очень-очень важный гость. В этих случаях резали жеребенка. Это, значит, татарская что-то, какая-то традиция перешла? Вот не могу сказать. Вряд ли это татарская, хотя, может быть, начало было и такое. Но это исторический факт. В современной жизни конина практически не употребляется, свинина тоже практически почти не употребляется. Сейчас больше предпочтения отдается к овядине, либо баранине, ну и, естественно, домашней птице. Да. Из мяса делают довольно много блюд. И, значит, блюда делают часто с подливой. Подлива называется шипс. Вот здесь уже имеются различия между кухней кабарды и других адыгов. В чем различие? Дело в том, что при приготовлении подливы в кабарде почти, практически всегда используется сметана. Обязательно добавляют сметану. Другие адыги в той же Карачаево-Черкесии или в нынешней адыгее сметаной не пользуются. А также они говорят, что в кабарде чуть ли не во все блюда добавляется сметана. Им это не нравится. Самим кабардинцам не нравится их шипс из-за того, что там нет сметаны. У них делается, готовится это все на топленом масле. Вот такие различия. Далее, если говорить про различия. Дело в том, что, видимо, с целью упрощения процесса готовки и укорочения времени готовки, пасту начали делать по-иному. А именно, в нынешнее время, в пасту начали добавлять манную крупу. И 95-8, наверное, процентов тех, кто готовит в кабарде, добавляют туда манную крупу. По оригинальной технологии это не принято. Там вообще ничего не добавляется. И очень маленький процент добавляет также соль. Соль тоже туда не добавляется. Отличие от соседей. Значит, в Карачаево-Черкесии адыги при приготовлении, а также абазины, при приготовлении пасты часто пользуются не пшеном, а кукурузной мукой. Они называют то же самое. Пастой называют, но делают из кукурузной муки. Иногда делают из пшена, но с добавлением кукурузной муки. До появления вообще эры кукурузы, естественно, делалось это только из проса, из пшена. Да. А сыр? Сыр вот адыгейский именно. Сыр. Касательно сыра, значит, сыр делается в домашних условиях. Вернее, раньше делался, да и сейчас делается у тех, у кого осталась скотина. А скота домашнего, к сожалению, в последнее время все меньше и меньше у населения. сыры делаются разные. Тот же самый адыгейский сыр, но правильнее было бы назвать его адыгский сыр, делают опять-таки в домашних условиях из молока. Ну, здесь уже надо смотреть, что за молоко. Дело в том, что в Кабарде именно очень много делалось сыра и не только сыра, но и молочных продуктов из буйволиного молока. Потому что дома у многих были буйволы. У нас лично были буйволы дома, в семье. И буйволиное молоко, оно намного жирнее, чем коровье. Из него делалась сметана, из него делалось масло сливочное, кисломолочные продукты, сыр, ну и так далее, и все остальное. По вкусу они, конечно, немножко разные. Для тех, кто не привык к жирности буйволиного молока, первое время это непривычно, может некоторым неприятно из-за повышенной жирности. Тяжело. Да. В остальном как бы разницы большой нет. А вот, допустим, использованы специи. Ну, я понимаю, это более современный, конечно, период. Специи в сыре? Специи вообще в блюдах даже. А, в блюдах. Вот есть острые блюда и, насколько я понимаю, острые блюда появляться стали в более позднее время, если не есть. Перец острый. Острый перец используется, перец молотый, черный, красный и так далее. Вот это все нынче используется. Помимо этих специй остроту придают добавление чеснока, добавление лука и также раньше, да и сейчас тоже используется. И еще используется черемша. Последнее время черемшу используют уже значительно реже. Вот, как я наблюдаю. Но, тем не менее, она используется. Интересно. А что касается первых блюд? Какие распространенные? Значит, касательно первых блюд, вот тут немножко, немножко такой момент. Дело в том, что адыги, так называемые первые блюда, употребляли всегда вторым. Да, сначала подавалось то, что называется вторым. После этого подавались либо бульон, либо какие-то супы. Обычно после подавались. Первые блюда, если они идут как самостоятельные блюда, то, конечно, первые блюда существуют, их множество. В основном они готовятся на мясном бульоне, в некоторых случаях на молоке и часто на бульоне с добавлением молока. Это такие блюда, как суп пшеный. Он издавна использовался. Чуть более позднее время начал использоваться рис. А в последнее время с появлением вот этих макаронных изделий, их тоже используют. С появлением, естественно, в Европе, а затем уже и здесь картофеля, начали добавлять и картофель тоже. То есть первые блюда сейчас, ну, мало чем отличаются от первых блюд. Типичных. Да, типичных. Таких, к которым привыкли обычные европейцы. А вот если взять адыгскую, адыгейскую я имею в виду, адыгейскую часть, западные черкесы, вот у них очень распространено помидоры, ну, конечно, помидоры они выращивают очень часто, очень много. Даже некоторые аулы, как помидорная республика стали называть. То есть даже я знаю аул, у них там Катукая, что ли, сейчас не точно не вспомню. У них прямо на трассе такое ведро с помидорами, вот в виде, как знак такой, под названием. То есть это как-то влияет у них на использование вот тех же там помидоров, там огурцов, на кухню современную? Касательно Кабарды, у нас тоже есть так называемое помидорное село, это село Кахун, где чуть ли не каждая семья выращивает помидоры. И вот я много раз видел, еду, например, в Карачаево-Черкесию, в Черкесске на рынке, огромный плакат написано «Кахунские помидоры». То же самое я видел в Москве. Кахунские помидоры, да, они довольно известны. Как они влияют? Конечно, помидоры прочно вошли в обычный рацион людей. Помидоры используются не только в свежем виде и в виде салатов. Их солят, их маринуют, их пекут в некоторых случаях, их готовят с медом. И помидоры, как и те же огурцы, довольно прочно вошли в жизнь и используются в пищу. Интересно, да. Помидоры с медом я еще не слышал, надо попробовать. Так, ну, тогда предлагаю перейти к второй половине, в общем-то, вопроса о пище. О традициях поведения за столом, кухонных традициях. Ну, также, наверное, возьмем период исторически-классические традиции в Кабарде и современные. Какие у них, чтобы понять, какие отличия между ними. Касательно поведения за столом. Тут надо различить поведение за столом в семье, скажем так, и поведение за столом, когда застолье. Именно вот застолье какое-нибудь, торжество какое-нибудь. Если брать поведение за столом в семье, то как оно было? Как правило, женская часть семьи очень много времени проводила за готовкой, значит, оформлением стола, накладыванием и так далее, и так далее. С чем это было связано? Это было связано с тем, что за столом никогда не сидели разные поколения. Например, отец с сыном никогда за столом, за одним столом не сидели. Это было очень позорно. Значит, тем более невестка не только не могла сидеть за столом со своими, или с супругом, или же там, и не дай бог, со свекровью, или свекром, но даже они, свекр со свекровью, и другие старши, они не могли видеть, как невестка принимает пищу. Это сохранилось сейчас во многих селах, а вот дети за столом с родителями, это сохранилось уже только в единичных семьях, если брать нынешнее время. Что касается поведения за столом при застольях, при торжествах, когда собираются гости и так далее. В этом случае за столом, ну, во-первых, скажем так, ранее, более раннее время, никогда за одним столом не сажали людей разного пола. Значит, ну, за исключением детей. Дети, естественно, не могли сесть за столом со старшими. За столом в мужской компании всегда должен был сидеть один старший из этого рода или этой семьи. Сейчас это называется тамада, да и тогда так же называлось. Значит, всегда должен был начинать еду старший, то есть прием пищи тоже был начинать старший. Остальные уже потом, после него. К сожалению, сейчас немножко культура упала, и, оказавшись за одним столом, очень часто можно наблюдать, как молодежь, усевшись за стол, даже когда старший еще не сел, они садятся за стол и начинают и принимаются за еду. Со стороны выглядит некрасиво. Какие особенности? Старший начинал еду первым, после этого остальные начинали. Если это какое-то торжество, то, естественно, не обходилось без спиртных напитков или подобных. Первый тост старший обычно произносил сам. Какие еще особенности? После третьего тоста было принято знакомиться. И сейчас, в принципе, это не изменилось. Никто из сидящих за столом не мог встать и выйти без разрешения старшего. А старший, как правило, этим никогда не злоупотреблял. Если не было какой-то особой необходимости, он всегда разрешал выйти. Да. И после, если уходил из-за стола гость, то старший приставлял к нему обязательно какого-нибудь из своего рода, чтобы тот его сопровождал, чтобы с гостем ничего там не случилось. Затем гость возвращался к столу. В нынешнее время, в принципе, все то же самое. Примерно так же происходит, но иногда, к сожалению, люди, которых сажают в качестве старших, в качестве тамады, бывает так, что они не очень хорошо разбираются в обычаях. Иногда могут кого-то не отпустить, человека, которому нужно выйти за стола. Иногда просто из вредности может быть. Иногда в шутливой форме. Ну, как правило, обходится все без эксцессов. То есть более мягко стали относиться, скажем так, к регионам? Да, да. Более мягко. Какие еще особенности? Вот если сравнивать с другими регионами, соседями. Вот эти правила, которые я сейчас назвал, видимо, они существовали везде. Но сейчас, например, среди адыгов Карачао-Черкесии, вот я наблюдаю, у них, когда встают из-за стола, очень часто старшего даже не спрашивают. Затем могут прийти и сесть, даже ничего не сказав старшему. Старший, как бы, делает вид, что этого не видит. Роль старшего у них немного принизилась. В Адыгее примерно так же. Какие еще особенности? Особенности, значит, а, чуть не забыл, если взять, например, то же застолье, например, в Абхазии, у Абхазов, у них вообще по-другому. У них не принято вообще вставать из-за стола. Если человек по необходимости встал из-за стола, то не принято возвращаться. Он покидает. У Абхазов, да. У Абхазов так. Разница еще есть в некоторых обычаях за столом. В Кабарде принято, вот когда застолье, когда какое-то торжество идет и так далее, к старшим, ну, там еще я забыл упомянуть, застолье именно старшего поколения, у них один стол. У более такого среднего поколения у них свой стол, у молодежи свой стол. Молодежь часто, когда за столом молодежи, часто совмещают людей и мужского, и женского пола. А вот в последнее время начали не только у молодежи, но и чуть постарше. У них тоже начали оба пола присутствовать за одним столом. К концу застолья в Кабарде принято подавать на стол пол бараньей головы, вареную голову, половину. И при этом существует особый обряд разделения старшим вот этой головы, когда отрезается ухо от головы, и ухо подается самому младшему, находящемуся в этой комнате. Это может быть не только кто-то за столом, а может быть человек, который приглядывает за столом. Так же отламывается носовая часть, отламывается мозговая часть. Есть даже легенды, с чем это связано. На самом деле легенд очень много касательно именно данной вещи. Все они примерно, по сценарию, примерно схожи. Некоторые легенды говорят, что это пошло от адыгских пленников, которые оказались в плену у крымского хана. Некоторые легенды гласят, что якобы к адыгскому князю пришли какие-то гости, которые с намерением затем завязать войну. И голова, она как бы, в ней разделывание этой головы символизирует тайные знаки. Отрезал ухо, отдал ухо одному, в знак того, что вот ухо, ты слушай. Отрезал, допустим, вернее, отломил глазную часть, отдал другому, в знак того, что ты смотри и наблюдай. Старший при этом оставлял себе мозговую часть, при этом тайно говоря, показывая, вернее, своим сородичам о том, что я буду руководить, я буду мозгом, организатором. Я понял. Интересно. Я думаю, тогда перейдем к последнему, да, такому крупному вопросу. Собственно говоря, культура питья, использование алкоголя в пище, то есть с учетом того, что вроде бы как адыги и мусульмане, хотя не все и придерживаются, понятно, мусульманской религии, то есть была ли у адыгов распространена какая-то, какой-то алкоголь использовался, из чего он там делался, допустим, и есть ли связанные с ним ритуалы, да, ну, то есть культура питья. Касательно свинины. Свинина употреблялась в пищу адыгами раньше повсеместно. Употреблялась в пищу, как и любое другое мясо. До принятия ислама. Принятие ислама, оно тоже, как вам сказать, адыги никогда не придерживались какой-то одной вот... В христианскую пору у адыгов они не были полностью такими христианами, которыми их хотели бы видеть те же греки, например. В исламскую пору они не являются такими, значит, исламистами правоверными, которые вот полностью во всем придерживаются. Осталось много и своих, и своей родной религии тоже осталось, исторической. Касательно употребления в пищу свинины. С началом исламизации свинина стала сначала меньше, потом она почти практически исчезла. В настоящее время, во-первых, не все адыги являются мусульманами. Моздокские адыги, они христиане. Они и свиней разводят, и употребляют в пищу. Те, которых считают мусульманами, в Кабарде, например, в других регионах, они иногда употребляют некоторые в пищу, некоторые явно, некоторые тайно. Очень часто, особенно в Карачаево-Черкесии и в Адыгее, люди, которые относят себя к мусульманам, они покупают какие-то мясные продукты, в которых содержится свинина. При этом в составе указано, конечно, но они его не читают. Я даже лично сталкивался с такой вещью, когда кто-то купил колбасы, в состав которой входила свинина, положил, говорит, угощайтесь. Мы видим, что там, я сразу прочитал, что там свинина. Там была написана, колбаса говяжья, но в состав входила свинина. Я говорю, вот в составе же написано, что свинина входит. А девушка была из Карачаево-Черкесии, она говорит, вы знаете, у нас на это никто не обращает внимания, никто на это не смотрит, там же написано, что она говяжья. Ну вот такой пример. Довольно нередко некоторые люди, их немного, ездят на охоту, именно на кабана. И, естественно, убив кабана, они, конечно же, его съедают. В некоторых случаях они возят в какие-то станицы, где проживает немусульманское население, и меняют на что-нибудь, на кур, там, ещё на что-то. Ну да, понял. Касательно питья алкогольных напитков. Среди атыгов была распространена буза. Называют его махсма. Или бахсма. То так, то так называют. Это такой относительно слабоалкогольный напиток, но в некоторых случаях из него делали так называемый марамажей. То есть, эту бузу в чанах взрывали землю на несколько лет. Настоялось. Да. Бывали такие, часто бывало такое, что когда в семье рождался мальчик, это было такое знаменательное событие. По этому поводу специально готовили махсма, зарывали его в землю и выкапывали в день свадьбы этого мальчика. Такое тоже раньше практиковалось. Что касается непосредственно культуры питья... Секунду, да. Вот, собственно, состав бузы. Состав. Его делали раньше, опять-таки, из проса, из пшена. Значит, добавляли мед. Это все проходило... Да, настаивалось. Происходил, естественно, процесс поражения. И напиток становился алкогольным. А вот есть упоминание некоторое. Пьяный мед, как говорилось. То есть определенного сорт меда, горный, который настолько насыщенный. Мы, видимо, медовуху какую-то с него делали, которая тоже пьянила. То есть этот вариант медовухи чистый был. А вот это я не могу сказать. Просто где-то я в источниках читал про пьяный мед горный. Ну, а хотя, может быть, и... Тогда о культуре питья. Касательно культуры питья. Значит, во все времена было очень постыдным и позорным быть пьяным среди отыков. Если человек был выпившим, он всячески старался как-нибудь куда-нибудь в сторону уйти, как-нибудь спрятаться, чтобы его не видели в таком виде. Пьянства как такового не было. Алкогольные напитки, которые употреблялись за столом, значит, во время застолий, они употреблялись в таком количестве, что человек немножко веселел, но не больше. Вот именно пьяных не было. Пьяные появились именно в более позднее время, когда уже и начали распространяться более крепкие спиртные напитки. Но это уже как бы влияние эпохи, влияние других народов. И вот в таком духе. А у адыгов было непосредственно из алкогольных напитков, они готовили, значит, готовили шагар. Шагар – это вино, то же самое вино. Да, виноградники были распространены. Особенно, я так понимаю, в Убыхе постоянно это означает. Да, в Убыхе было, в Шапсуге было. И из него готовили вино. Понял. Так, ну и два небольших вопроса, в общем, от зрителей было коротких. Собственно, по использованию съеданных каштанов. А в Кабарде и в Западной Лиге? В Кабарде каштаны съедобные не употреблялись в пищу. Почему? Потому что в Кабарде они просто не произрастали. И не произрастают по сей день. В Западной Черкесии каштаны росли и растут, но их не так много и в основном в горной части. Значит, каштаны употреблялись в пищу в Западной Черкесии и по сегодняшний день употребляются. Иногда в сыром виде, как они рассказывают. Иногда их варят, иногда их пекут. Помимо вот этого, каких-то блюд из них не готовили. А каштаны, собственно, они самые дикорастущие получаются. Да, да, да. Все понял. Ну и второй вопрос. Есть давняя известная традиция о том, что причерноморские, ну в принципе, наверное, и Западные Лиги, они не используют в пищу черноморскую рыбу, связанную с тем, что во время мухаджирства очень многие их предки погибли, утонули во время эмиграции в Турцию в военное время. И считается, что вроде бы как рыба этих людей ела тела, и поэтому они не употребляют пищу. Это действительно ли есть такая традиция и насколько она в сегодняшний день развита? Значит, такая традиция действительно существовала. Местами она существует и сейчас, в некоторых местах. Рыбу действительно после этого события страшного долгое время не ели. Особенно это касалось западных адыгов, причерноморских, в значительно меньшей степени это коснулось адыгов Кабарды. Все-таки Кабарда значительно дальше от моря. Да, не так участвовала в педжерстве. И рыбу они действительно не ели. С течением времени, ну как бы, как говорят, время лечит. С течением времени основная часть адыгов опять стала употреблять рыбу в пищу, но по сей день сохраняются такие люди, которые отказываются от рыбы. Во многом это связано, бывает, с тем, что даже не с тем, что конкретный человек в настоящий момент не ест эту рыбу именно по причине, да, именно по причине вот этого ухаживства. А бывает так, что его родители по этой причине рыбу не ели, дома не готовили, и ребенок с детства не знал рыбу. Поэтому, повзрослев, он как бы, ну, с детства он не ел и до сих пор как бы не ест. Ну, привычка. Да, привычка просто, привычка вошла. Ну, я думаю, на этом все. Пока по этой теме, которые вопросы были, мы обсудили. Я думаю, со временем у нас еще накопятся какие-то интересные вопросы, темы, не только по кухне. И мы вновь встретимся и обсудим с Мухаммином вот эти вопросы новые. Можете, кстати, присылать их в комментариях к этому видео. Вот, обсудим, составим новый список и вновь встретимся. Спасибо большое, Мухаммин, за интервью. И, я думаю, до новых встреч. Пока. Благодарю. Счастливо.